Что, в свою очередь, приводит к очередному изменению И так без конца Соотношение внешнего и внутреннего, объективного и субъективного бывает разным в различных формах проявления жизнедеятельности личности и на различных ступенях ее развития Связь природных условий и форм человеческого развития выражает биогенетический закон, открытый Геккилем и Эфмюллером Согласно этому закону онтогения, индивидуальное развитие, представляет собой краткое и быстрое повторение, рекапитуляцию, филогении, развитие вида Имеются в виду те повторения основных стадий развития вида, которые наблюдаются в развитии зародыша Некоторые психологи и педагоги пытаются расширить содержание этого закона на весь процесс индивидуального развития человека Действительно, факты, говорящие о том, что человек в его индивидуальном развитии отчасти повторяет развитие предков, бесспорны Однако это не означает, что сокращенное повторение присуще всем признакам организма, есть признаки, возникающие вследствие приспособления его к условиям жизни, а поэтому трактовать сложнейший процесс человеческого становления как простое, копирование, развитие предков недопустимо Формулировка закона, закрепившаяся в педагогике 30 дефис 70 х года Онтогенис повторяет филогенис, не совсем правильно отражает сущность человеческого развития Все тоньше, сложнее Нельзя согласиться с немецким психологом Фштерном, считавшим, что младенец находится на стадии млекопитающего, во втором полугодии, на стадии обезьяны, на втором году достигает элементарного человеческого состояния и только в зрелом возрасте человек достигает стадии современной культуры Стадии, периоды, развития предков повторяются в свернутом виде Наследственность и развитие Установлено, что процессы и результаты человеческого развития детерминируются совместным воздействием трех генеральных факторов – наследственности, среды и воспитания Базу 53 Раздел 1 Общие основы педагогики Развитие образует врожденные и унаследованные предрасположения, обозначенные обобщающим термином – наследственность Врожденные и унаследованные предрасположения развиваются при воздействии главных внешних влияний, среды и воспитания Взаимодействие названных факторов может быть либо оптимальным, либо, при переоценке одного или другого внешнего слагаемого, негармоничным Возможно также, что врожденная и унаследованная база недостаточно развивается как средой, так и воспитанием Природное, биологическое, начало в человеке связывает его с предками, а через них со всем живым миром, особенно с высшими животными Отражение биологического – наследственность, под которой понимается передача от родителей детям определенных качеств и особенностей Носители наследственности – гены, в переводе с греческого – ген, означает – рождающий Наука доказала, что свойства организма зашифрованы в своеобразном генном коде, хранящем и передающем всю информацию о свойствах организма Генетика расшифровала наследственную программу развития человека Наследственные программы развития человека включают детерминированную и переменную части, определяющие как то общее, что делает человека человеком, так и то особенное, что делает людей столь непохожими друг на друга Детерминированная часть программы обеспечивает прежде всего продолжение человеческого рода, а также видовые задатки человека как представителя человеческого рода, в том числе задатки речи, прямохождение, трудовой деятельности, мышления От родителей детям передаются внешние признаки Особенности телосложения, конституции, цвет волос, глаз и кожи Жестко генетически запрограммировано сочетание в организме различных белков, определены группы крови, резус-фактор Унаследованные физические особенности предопределяют видимые и невидимые различия людей К наследственным относятся также особенности нервной системы, обусловливающие характер протекания психических процессов Изъяны, недостатки нервной деятельности родителей, в том числе и патологические, вызывающие психические расстройства, болезни, например, шизофрения, могут передаваться потомству Наследственный характер имеют болезни крови, гемофилия, сахарный диабет, некоторые эндокринные расстройства, карликовость, например Отрицательное влияние на потомство оказывают алкоголизм и наркомания родителей 54. Наследственность и развитие Вариантная часть программы обеспечивает развитие систем, помогающих организму человека приспособиться к изменению условий его существования Обширные шеи незаполненные области наследственной программы предоставлены для последующей года обучения Каждый человек дополняет эту часть программы самостоятельно Этим природа предоставляет человеку исключительную возможность для реализации своей человеческой потенции через саморазвитие и самосовершенствование Таким образом, необходимость воспитания заложена в человеке природой Педагогический аспект исследований закономерностей человеческого развития охватывает изучение наследования интеллектуальных, специальных, социальных, моральных и духовных, в широком смысле, качеств Чрезвычайно важен вопрос о наследовании интеллектуальных качеств Что наследуют дети, готовые способности к определенному виду деятельности или только предрасположение, задатки Рассматривая способности как индивидуально-психологические особенности личности, как условия успешного выполнения определенных видов деятельности, педагоги отличают их от задатков, потенциальных возможностей для развития способностей Анализ фактов, накопленных в экспериментальных исследованиях, позволяет ответить на поставленный вопрос однозначно Наследуются не способности, а только задатки Унаследованные человеком задатки развиваются или не развиваются Все зависит от того, получит ли человек возможности для перехода наследственной потенции в конкретные способности, обеспечивающие успех в определенном виде деятельности Удастся ли индивиду вроде Рафаэля реализовать свой талант, зависит от обстоятельств Условий жизни, среды, потребностей общества, наконец от спроса на продукт той или иной деятельности человека Особенно острые споры вызывают вопрос о наследовании способностей к интеллектуальной, познавательной, учебной, деятельности Педагоги-гуманисты исходят из того, что все нормальные люди получают от природы высокие потенциальные возможности для развития своих умственных и познавательных сил и способны практически к неограниченному духовному развитию Имеющиеся различия в типах высшей нервной деятельности изменяют лишь протекание мыслительных процессов, но не предопределяют качество и уровень самой интеллектуальной деятельности Вместе с тем педагоги всего мира признают, что наследственность может быть неблагоприятной для развития интеллектуальных способностей 55. Раздел 1. Общие основы педагогики Отрицательные предрасположения создают, например, вялые клетки коры головного мозга у детей, рожденных алкоголиками, нарушенные генетические структуры у наркоманов, некоторые наследственные психические заболевания Многие педагоги, опираясь на новейшие исследования, считают доказанным интеллектуальное неравенство людей и первопричиной его признают биологическую наследственность Задатки к познавательной деятельности, предопределяющие воспитательные и образовательные возможности, наследуются людьми в неодинаковой мере Из этого делается вывод Человеческая природа не поддается усовершенствованию, интеллектуальные способности остаются неизменными и постоянными Улучшение человека через генетику не достигается Лишь воспитание способно постепенно его облагородить Понимание процесса наследования интеллектуальных задатков предопределяет практические пути воспитания и обучения людей Современная педагогика делает акцент не на выявлении различий и приспособлении к ним воспитания, а на создании равных условий для развития имеющихся у каждого человека задатков Большинство зарубежных педагогических систем исходит из того, что воспитание должно следовать за развитием, оно лишь помогает вызреванию того, что заложено в человеке природой, и поэтому должно быть лишь приспособлено к задаткам И способностям человека В определении специальных задатков нет особых разногласий между представителями различных педагогических систем Специальными называются задатки к определенному виду деятельности Установлено, что дети, обладающие специальными задатками, достигают значительно более высоких результатов и продвигаются в избранной области деятельности быстрыми темпами При сильной выраженности такие задатки проявляются в раннем возрасте, если ребенку предоставляются необходимые условия Специальными задатками являются музыкальные, художественные, математические, лингвистические, спортивные и дыр Социальное наследование Кроме биологической наследственности существенное влияние на развитие человека оказывает социальная наследственность, благодаря которой новорожденный человек активно усваивает 56. Социальное наследование Социально-психологический опыт родителей и всех, кто его окей ружает, язык, привычки, особенности поведения, нравственные качества и т.д. Понятие социального наследования ввел в Научный оборот известный российский генетик М. Дубинин Особенно важен вопрос о наследовании моральных задатков Ведущим положением отечественной педагогики долгое время было утверждение, что эти качества не наследуются, а приобретаются в процессе взаимодействия организма с внешней средой Считалось, что человек не рождается ни злым, ни добрым, ни щедрым, ни скупым, а тем более ни злодеем или преступником Дети не наследуют моральных качеств своих родителей В генетических программах человека не заложена информация о социальном поведении Душа новорожденного, говорили древний, чистый лист, на который жизнь наносит свои письмена Каким станет человек, полностью зависит от среды и воспитания Расшифровывая генетические программы, ученые не обнаружили там ни генов добра или зла, ни генов агрессии или покорности, равно как и других генов, причастных к нравственности Тогда почему многие ученые придерживаются теории, врожденного зла? Исправедлива ли пословица, дошедшая из глубины веков? Яблоко от яблони недалеко падает В западной педагогике доминирует утверждение, что нравственные качества человека биологически обусловлены Люди рождаются добрыми или злыми, честными или лживыми, природой человеку даются драчливость, агрессивность, жестокость, алчность, м Монтессори, Клоренц, Эфром, Амичерлик Идер Основанием для таких выводов служат данные, полученные при изучении поведения человека и животных Если наука признает наличие инстинктов и рефлексов у животных И людей, и Павлов, а инстинкты наследуются, то почему же их наследование людьми должно приводить к действиям, отличным от действий животных? Так перебрасывается мостик от поведения животных к человеческому поведению, которое в целом ряде И все случаев признается инстинктивным, рефлекторным, основывающимся не на высшем сознании, а на простейших биологических рефлексах К решению этого очень сложного вопроса нужно подходить со всей ответственностью В последнее время все более определенную, хотя и осторожную позицию агенной обусловленности социального поведения начинают занимать и отечественные специалисты Академики Пканохин, НМ МОМОСов и другие видные 57 Раздел 1 Общие основы педагогики Ученые сначала завуалированы, а затем все более открыто высказываются в пользу наследственной обусловленности нравственности человека и его социального поведения Влияние среды на развитие Человек становится личностью только в процессе социализации, т.е. общения, взаимодействия с другими людьми Вне человеческого общества духовное, социальное, психическое развитие происходить не может Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека, называется средой На формирование личности влияют разнообразные внешние условия, в том числе географические, социальные, школьные, семейные По интенсивности контактов выделяется ближняя и дальняя среда Когда педагоги говорят о влиянии среды, они имеют в виду прежде всего среду социальную и домашнюю Первую относят к отдаленному окружению, а вторую к ближайшему В понятие «социальная среда» входят такие общие характеристики, как общественный строй, система производственных отношений, материальные условия жизни, характер протекания производственных и социальных процессов и некоторые другие Ближняя среда – это семья, родственники, друзья Единства в оценке влияния среды на развитие человека пока нет Огромную важность среды признают педагоги всего мира Не совпадают взгляды при оценке степени влияния среды Как известно, абстрактной среды не существует Есть конкретный общественный строй, конкретные условия жизни человека, его семья, школа, друзья Естественно, человек достигает более высокого уровня развития там, где близкое и далекое окружение предоставляет ему наиболее благоприятные условия Огромное влияние на развитие человека, особенно в детском возрасте, оказывает домашняя среда В семье обычно проходят первые, решающие для становления, развитие человека